здравствуйте уважаемые друзья вы находитесь на канале питомника хвойные дворики с вами евгений филимонов сегодня мы продолжаем черенковаться как бы сегодня я покажу вам как нужно садить эти черенки а на данный момент давайте посмотрим что у нас мы на данный момент зачеренковали уже ту и смарахт около 2000 ну тут у нас и лоу риббон как она себя чувствует вы можете видеть можете видеть и все это наблюдать ну вот это скорее всего пропал вот этот пропал наверное ну тут немного пропало там где-то отпад будет конечно однозначно шаровидная нано себя чувствует более-менее но тоже там есть пропавшие уже но это уже месяц им наверное да месяц как мы их рассадили так что вообще они пропадают две-три недели и она уже видно какая пропадет какая пойдет что удивительно вересковидная туя тоже боулинг тоже шаром такая красивая растет я покажу вам там там у меня есть саженцы по моему боулинг вся прекрасно даже мне кажется что она пошла видно новые эти побеги поэтому даже вот сорняки но она была посажена точно больше месяца была просто жара мы ему до 40 градусов тут невыносимо было и черенку бы было плоховато не то что снимать видео там и черенковаться нельзя было ну просто невыносимо было мы только занимались только поливом больше ничем а так в принципе прошло уже так много уже после последнего видео уже прошло много времени и тут ну будем смотреть это все по весне конечно же по весне будет все видно лучше следующей осенью точно будет видно точно будет видно какие прижились какие нет и она уже будет пойдет уже прям в рост ну смараг самый популярный колумну я не черенкую колумны у меня семян довольно красивые хорошо получается осмараг конечно же семян не получается его лучше черенковать и тогда будет толк итак уважаемые друзья я вам обещал рассказать и показать как сажаются черенки и сейчас мы это рассмотрим вот мы вчера вечером нарезали черенка я уже тут посадил одно ведерко это с корневином сюда пакет корневина ничего страшного в этом нет как бы концентрация должна быть побольше чтобы они постояли вот они постояли с вечера примерно с 7 вечера до сегодняшнего утра я уже рассадил тут сколько одну где-то пучка три и сейчас мы с вами будем дальше продолжать рассаживать я покажу как это все делается ну во-первых берем берем достаем из ну мы по 50 штук нарезаем но здесь чуть поменьше наверное это мой самый маленький вот череночки нарезанные вчера но они довольно все разные но и такие маленькие такие но сейчас мы рассмотрим как сажать и заодно во-первых нам нужна вот такая штука ну это я так делаю вы можете придумать хоть что-то так я где-то примерно тут сантиметров 10 ну и все и потихонечку начинаем сажать вот так дохуй пальцами придавили все больше не надо втыкаем вот эту штуку то есть это железная такая да ну простая арматурина на 6 по моему ну кто-то может найти палочку там это вот он берем до отверстия делать потом берем черенок до хвои его вот до отсюда вот до отсюда где-то сажаем просто пальцами потом после посадки мы возьмем корневин разведем в лейке и польем все хоть они стояли ночь в корневине считайте ничего страшного с этом а потом будет работать вот форсунка ну это отдельное видео я сниму по форсункам по туманообразованию как что я тут сделал ну опять же так делаю и я никого я не заставляю так же делать кто-то может у лучших умнее добрее вот так пальцами прижали и пошла вот не спеша где-то черенок больше видите где-то меньше но это ничего страшного мы уже зачеренковали сегодня будет с этими черенками 2000 с лишним ну и все нам тут метр остался я думаю добьем его когда этот ролик выйдет я думаю добьем уже всю грядку вот так спокойненько сейчас от череночки возьму получше вот такие вот черенки вот втыкаем его почти до хвои еще ну принципе я думаю вы поняли то есть нужно посадить до хвои да ну я я сажаю до хвои а там как нужно много советов может быть я так сажаю а что получится мы увидим с вами я буду как бы видео снимать по черенкованию поэтому всем по всей этой грядке и мы с вами увидим ну какой серьезный черенок сейчас я уже досажаю хотя бы ряд я думаю вам принцип понятен слабовато вот видите вот до хвои его придавили русскими и все потом поливаться он будет он может и на бок завалиться это ничего страшного тут нет ну я сижу на таком поддончике который чтобы не придавливал землю что здесь землю придавите он довольно-то сейчас я покажу он довольно-то таки земля потом очень придавлено будет поэтому черенок может не прижить давай покажем поддончик такой простой поддончик там он до 3 доски чтобы ну он нормальный одеяло чтобы было удобно я его отодвигаю и дальше начинаем сажать вот эта штука то есть вы принцип поняли я думаю что там так довольно хорошие тинки и так мы посадили наши череночки теперь нам нужно пролить их корневином обязательно тот корневин в котором они стояли я на другие растения вылил а сейчас мы берем лейку 10 грамм 10 грамм кто не знает как разводить корневин потому что были вопросы она разводится на 10 литров выливаем ну вот и все она набралась обратно на полив пена это хороший признак хорошего корневина и то что посадили прям заливаем ну естественно раз в неделю где то нет раз в 10 дней я проливаю все корневином все что посажено то есть корневина мало я считаю не бывает все полили а теперь включаем туман слабоватый ну вот это вот еще пока так грядка пустая то есть посадим это кажется что он слабо бьет но на самом деле вот с руки потекло сразу и здесь тоже видите ну я отдельное видео сниму туманообразование которое я заказывал и которое я смонтировал я заказал еще форсунки дополнительно мы скоро должны прийти ну осталось я думаю да когда выйдет это видео мы уже это все зачеренкуем и грядка будет полноценная уже все зачеренкованное и можно просто поливать ее ну до ноября мы будем поливать а потом я думаю упаковывать будем это все на зиму в октябре уже где-то примерно дальше продолжаем наблюдать следующий ролик я сейчас не знаю не могу сказать когда выйдет но как выйдет вы об этом узнаете если подпишетесь и поставите нажмете колокольчик на этом все уважаемые друзья с вами был Евгений Филимонов и вы были на канале питомника Хвойный дворик всего доброго удачи субтитры сделал DimaTorzok